Ну, Денис, смотри, я принес сегодня линзу Барлоу, ты много раз ее видел. Ну, я думаю, что нашим зрителям будет интересно вообще понять, что это за аксессуар, потому что она как бы продается везде. То есть она продается на Алиэкспрессе, она продается у нас в магазинах. Где-то она стоит тысячи рублей, где-то 600, а где-то там 10 тысяч рублей. При этом она, ну, вроде бы похожа, да, ну, одна линза на другую. И вообще многим, многим интересно, почему вообще, зачем она нужна, почему она иногда в комплекте встречается. Вот ты вот что считаешь вообще по ней? Ну, как я понимаю, линза Барлоу позволяет увеличить предельное увеличение телескопа в 2-3 раза в зависимости от типа линзы. Но, правильно ли я понимаю? Ну, если говорить совсем простым языком и обсуждать наблюдение глазом визуальные, да, самые простые, то да, это верно. Ну, потому что, допустим, там у нас есть окуляр, там, допустим, там 10 миллиметров, на каком-то телескопе он дает 100 крат, а с линзы Барлоу получается 200. Но, в принципе, функционал линзы Барлоу не ограничивается просто поднятием увеличения, поскольку сама по себе она достаточно интересная. Сейчас вот у нас немножко приблизят нам ее, чтобы ее хорошо было видно. Ну, дело в том, что вот я чуть-чуть забегу вперед, скажу, что вот вопрос разницы цен вот этих линз, да, он как раз зависит от того, что есть настоящие линзы Барлоу и подделки. Ну, как и все вообще в этом мире, да, есть как бы оригинал, неоригинал. Вот есть несколько простых способов, как определить настоящую линзу Барлоу из вот недорогих, да. Недорогая линза – это всегда вот такой вот корпус и резьба, ну, для проследения фотокамеры. Значит, настоящая линза Барлоу, во-первых, должна иметь просветленные стеколы. Если ты посмотришь, то видишь, что здесь стекла имеют такой вот цветной рефлекс, то есть они отражают зеленый, чуть-чуть фиолетовый. Да, многослойное просветление зеленое, 4 слоя фиолетовые, 2-3 слоя. Это первый признак. Если линза поддельная, на ней может быть просветление не такое хорошее. Однако сейчас встречается часто много дешевых линз, где просветление есть. Ну, просветление понятно, зачем нужно. У нас отражается часть света обратно от любой поверхности, вот от стекла непросветленного, там от оконного, например, от обычного автомобиля. Если на нем нет никаких дополнений, отражается примерно там 5-11 процентов, в зависимости от того, там чистое стекло, грязное. Нам это плохо. Ну, мы с тобой чего хотим, чтобы весь свет был. Чтобы побольше света было. Да, вот наносится просветление. Вторая тема, которая отличает оригинальную линзу, вот эта вот юбка, которая прижимается, она откручивается вот так вот, то есть целиком. А иногда бывает вот редкая такая ситуация, что корпус пластиковый, я молчу, да, что он металлический должен быть, что вот эта вот единственная металлическая часть, она просто снимается, и всё, и остается пластиковая труба. Ну, не очень здорово. Третий признак оригинальной линзы Барлоу хороший, и он же ответ на вот твоё утверждение в 2 раза или в 3, да, это то, что линзоблок выкручивается отдельно. Кстати, вот если линзоблок выкручивается, вот, линзоблок выкручивается, то сразу видно, что у него есть вот здесь линзы, они просто прижаты колечком, их две. Вот одна линза толстенькая, одна потоньше, видишь? И должно быть 2 или 3 линза, не одна, естественно. Если вот эту вот вещь, вот эту, мы вкручиваем в окуляр по резьбе, то двушка становится полторашкой. И для визуальных наблюдений у нас в полтора раза поднимается увеличение, ну, или в полтора раза уменьшается фокус на расстоянии у окуляра. Это, как бы, очень удобно. А если ты хочешь, например, сделать 2,2, там, 2,3, то ты просто не до конца вставляешь окуляр. То есть вот она может работать в трёх режимах, два фиксированных режима. Правда, конечно, нужно понимать, что оптимальные характеристики расчётные только в стандартном. То есть если у тебя светосильный телескоп, там, Добсен большой, да, светосильный, то не стоит, конечно, там, на полтора её ставить. А вот на большее количество, там, втулки делать, ну, можно взять, допустим, такую же линзу без вот этой, без блока самого, просто трубку и вставить в неё. Длина вот этой вот от линзы до окуляра, ещё одну длину, уже трёшка, ещё одну длину, четыре крата, и так до бесконечности. Да, не ограничено. Но, я думаю, мы же с тобой применяли её на наблюдениях ни разу. Естественно. Как вот ты считаешь, вот многие люди задают вопрос, портится ли качество изображения самой по себе линзы, или именно с ростом кратности просто? Нет, мне кажется, вот из опыта наблюдения могу сказать то, что, в принципе, от роста кратности изображение начинает немного портиться. Но лучше всего это видно, например, на Луне, там явно она начинает плыть, вот изображение, все границы становятся более размытыми. Поэтому, в принципе, линза Барлоу – это такой удобный инструмент для повышения кратности, и сама по себе она не может нанести ущерб чёткости изображения. Правильно, хорошая линза Барлоу картинке мешать не может. Хорошая. Что такое вообще линза Барлоу? Барлоу в своё время изобрёл, это, по сути, отрицательный компонент, просто отрицательный, увеличивающий фокус. Конечно, мы не берём в расчёт очень дорогие окуляры с огромным полем, у которых могут быть артефакты по краям, но человек, у которого окуляр 100 градусной стоимостью 20 тысяч рублей, наверное, не будет брать такую линзу. Он возьмёт телецентрическую, большую, двухдюймовую линзу. Вот здесь у нас самое обычное. Почему? Вот многие говорят, вот там на Алиэкспрессе дешевле два раза. Верно, дешевле. И в принципе, ну я сам часто что-то покупаю на Алиэкспрессе. Ты вот что-нибудь брал на Алиэкспрессе? Нет, не брал. Ну вот, кто-то не берёт. Здесь дело какое. Каждый решает для себя сам. Во-первых, хочет ли он её взять сегодня или через там три недели. Во-вторых, надо понимать, что, допустим, вот у нас, у нас мы продаём линзы дороже, чем они стоят в Китае. Мы это не скрываем. У нас вот эта линза, кстати говоря, с Алиэкспресса, она оригинальная. Что такое вообще оригинальная? Здесь вот не как вот с телефонами. Знаешь, там слышно, наверное, поддельный айфон, да? Там ненастоящий. Здесь немножко другая ситуация. Здесь есть модель. Вот оптики рассчитали. И 10 заводов её склонировали. Какие-то заводы хорошо склонировали, какие-то плохо. В этой линзе вроде бы и втулка откручивается правильно, и корпус металлические просветления. И вот простой человек, он не определит, что она немножечко не оригинальная. А стоит она в три раза дешевле, чем наша. Но вот если тут посмотреть, видно, что линзы блестят. Вот сами фаски линз, они не чернённые. Видишь, вот по краям линзы, где они к трубке прислонены, они белые. Да, да, они же не знают. Это хреново. Как думаешь, почему? Ну, предположение. При изготовлении не соблюдали технические условия. Да. А вот как нам, пользователям, чем это помешает? Ну, мы говорим в основном про визуальное наблюдение. Про фотографию в меньшей степени. Ну, потому что по фотографии уже много роликов. Вот возьмём, например, ситуацию. Мы идём по улице. Мы в очках, в обычных, не в солнечных. Или мы едем на машине. Тоже без затемнения. Яркий свет попадает в определённое место фары ночью. Среди тёмного блик. Блик мешает. Блик снижает контраст. Вот тут тебе светит вроде бы на тебя водитель. И тебе уже окружающую дорогу видно хуже. Конечно. Вот. То же самое здесь. Это всё переотражается. Конечно, это не так критично. Но я рассказываю, как есть. То есть, линза должна быть чернённая. Разбирать её можно, чернить. Но если нарушить центровку, потом уже будут вопросы. Владимир, получается, я понял, как я понимаю, существует несколько типов линз Barlow. Не только по кратности и увеличению, которые можно подобрать под конкретного пользователя. Под его цели. Да. Наблюдение. Есть двухэлементные, есть трёхэлементные. Трёхэлементные, как правило, но не всегда имеют... Вот. Обычно пишут APO в их названии. Но это не всегда то же самое, что с линзовыми телескопами для снижения хроматической аберрации. Иногда это маркетинг. Но в идеале трёхэлементные линзы, во-первых, лучше работают с широкоугольными окулярами, если они правильно сделаны. Во-вторых, они не вносят хроматизм. Вот. Что касается требований пользователей, ну, если кто-то фотографией занимается, им, ну, они разгоняют уже не кратность, а фокус. Просто фокус. И, ну, допустим, вот телескоп, там, 750 миллиметров фокус, ну, ему мало будет одной линзы, чтобы нормально планету, чтобы на матрице планета была. Ну, будет у него, допустим, полторы тысячи фокус. Ну, полторы тысячи фокус Юпитер будет занимать, там, вот матриц-фотоаппарат, он будет маленькой-маленькой-маленькой окружностью. Ну, а на фотографии, сам понимаешь, да, нужно побольше, чтобы всё это потом обрабатывать. Поэтому такие люди покупают обычно две линзы. Почему не берут три-четыре крата? Потому что хорошие три-четыре крата очень сложно найти. Три крата обычно страдает кривизной поля, сильный по краям, у неё расфокусировка, либо сферической аберрацией. А четыре крата, я, если честно, нормальную линзу, не пластиковую, вот такую вот длинную, вот такие длинные трубочки, их обычно кладут в комплект телескопов, там, за тысячу, за пять. Там три крата, четыре, пять крат, ну, это одна линзовая жесть, сквозь неё, ну, ничего не видно. Я, честно говоря, даже не видел, вот, за временем наблюдения, вот, я видел двух-трехкратные, четырехкратные, даже не встречал на серьёзных. Ну, да, ну, нет, ну, нет, серьёзно люди не используются. Теперь давай вот такой вот, опять же, вопрос. Вот многие пытаются, вот, есть такая тоже тема, мы уже сказали, что линза Барлоу сама по себе качество не портит. Ну, я с тобой согласен, потому что люди ставят там триста крат на маленьком телескопе, линзу Барлоу, 600, ничего не видит, виновата линза Барлоу. Виновата всегда, вот, в машине виновата прокладка между рулём и сиденьем, в телескопе виновата прокладка между небом и трубой, да, ну, как бы, пользователь, как правило, конечно. Вот многие пытаются понять, вот, смотри, вот, у тебя, кстати, вот, какой телескоп? Зеркальный, да, Витя? Да. У тебя зеркальный. У тебя там родные окуляры, сам, вот, у всех, наверное, кто смотрит, 25 и 10, 2, и многие думают, вот, что лучше, взять вот эту линзу с десяткой, пятёрку сделать, да, то есть, как бы, либо взять, если денег особо нет, бюджет ограничен, дешёвый окуляр 5 миллиметров. Вот, теоретически, я просто спрошу, как бы ты поступил? Ну, если качество изображения не ухудшается, то, конечно, лучше Лиза Барлоу. Вот. Потому что она уже есть, и её можно использовать под разные окуляры. Вот. А если ты уже купил пятёрку, то всё, то смотри пятёрку. Это первый аргумент очень важный. Второй аргумент, то, что у дешёвых окуляров обычно система Кёльнера или Плёсла, у них очень маленькая глазная линза, ты, наверное, видел. У меня таких нету, но вот, когда-то, может, были. В них, чтобы смотреть, нужно глаз подносить к окуляру прям вплотную, понимаешь? Да, это неудобно. Ресницы девушкам неудобно, многим анатомически неудобно. И ещё, ты, если неправильно подбираешь расстояние, ты видишь кусок поля только. А линза Барлоу на таких дешёвых окуляров вынос увеличивает немножко. Поэтому, конечно, десятка, вот эта дешёвая родная десятка, пусть она не очень хорошая, пусть это всего лишь трёхлинзовый Кёльнер, но она имеет хороший вынос. И ты, ставя Барлоу, поднимая кратность, ты сохраняешь этот вынос за те же деньги. Ещё есть у линзы Барлоу такая интересная сфера применения. Есть вот недорогие рефлекторы 130 мм, в которых выноса под камеру не хватает. То есть ты кольцом крепишь камеру, а ничего не получается. И некоторые линзы Барлоу решают эту проблему, но, к сожалению, падает светосила, фото это важно, получается темно. Поэтому это только планетный вариант. Я ко всем обращаюсь, моё личное мнение, если у вас телескоп с фотиком нормально не соединяется из-за выноса, вы трубу переделайте, чуть-чуть зеркало подвиньте, к другому поближе, и всё решится без всякой гиндобарлоу. Это очень важно. Ну, опять же, надо понимать, что одна Барлоу с двумя окулярами, это четыре окуляра. Ну, если, конечно, окуляры не кратны двум. А отдельно просто окуляр, ну, мы не берём же окуляр за 400 рублей, да, который продаётся непрострелённый. Ну, он стоит немножко дешевле. При этом он будет с маленьким выносом, с маленьким пулем. Выбор очевиден. Так что, опять же, поставляются они всегда вот в самых простых упаковках. То есть, ну, здесь всё лаконично, да, иногда ложементов нет, никаких обычных пакетиков. И, в принципе, ну, ещё отличительная черта нормальных лиц, вот эта дырочка на юбке крышки, чтобы хорошо крышка надевалась, чтобы воздух уходил, вот это всё. Полезнейшая вещь, на самом деле, вот потому что повально люди, вот они не понимают. Опять же, вот этой темой с максимальным увеличением, с правильным увеличением. Ты по Луне, вот, допустим, на своём телескопе рационально, вот у тебя 114. То есть, в теории, в теории, кто-то ставит 228, говорит, максимум, кто-то 300. Я когда-то там и 4 составил ради интереса, но рационально ты сам, вот, по вот текущему летнему, например, диапазону. Мне кажется, что наиболее, как бы сказать, грамотно выбирать среднее увеличение, потому что оно позволяет и одновременно рассмотреть детали, и одновременно не потерять их качество. Да, ради интереса там, конечно, можно, может, любое увеличение, но практическая ценность уже будет маленькая. Один раз посмотрел, понял, что неинтересно, не круто, размыто, и обратно возвращаешься к среднему. Нужна ли линза Барлоу в арсенале любителя планеты, у которого, допустим, длинофокусный Шмидт, у которого уже фокус 2800? Ну, ты бы взял вот себе линзу Барлоу для такого телескопа, с учетом того, что у тебя там с десяткой уже 280. Кратно. Момент неуверенности. Не знаю. А взять хочется, да? Да, взять хочется. Взять хочется. Ну, интуитивно чисто. Но я бы взял. Не могу сказать. Я бы взял, могу объяснить почему. Да, вот объясните. Вот вообще, на ты, вообще здесь очень все просто. Мы же люди адекватные, мы не будем ставить тысячу крат. Ну, да. Но я ставил. Иногда, ну, на Шмидте. Ради чего? Иногда, особенно в зимнее время, когда эллиптика высоко, бывает такая ситуация, что объект и высоко, и атмосфера. Есть такая шкала пикеринга, видимости, по турбуленции. Как звезды, там, чтобы не мерцали и так далее. И бывает иногда такая ситуация, что вроде бы ставишь предел и чувствуешь, что да, резкость оптимальная. А у тебя на Луне все-таки Луна, мы говорим про Луну все-таки уже, либо про двойные звезды. Потому что с двойными, сам понимаешь, там бывает и 500 крат надо, и больше. Если тесно. И ты чувствуешь, что еще можно. У тебя, тем более, фаза удачная Луна, молодая или старая, совсем месяц. Высота неплохая над горизонтом, там, 40 градусов, например. И ставишь. Причем, ну, полторашку или двушку, ты уже знаешь, как это делать. И да, у тебя, получается, какие-то там астрономические 700 крат, получается. Но, картинка уже не такая четкая. Но за счет вот этой хорошей атмосферы, за счет определенной видимости гор, вот этих фрагментов, за счет общего восприятия, как вот это все смотрится, иногда это не лишним будет. Ну, стоит она меньше 4 тысяч, самая такая вот адекватная. Да, мы не будем там брать какие-то супер... Ты сказал про двойные звезды, так это точно. Да, потому что там абсолютно... По двойным звездам, что фотографировать их... Ну, мы не берем Альберио, да, у которого в бинокль уже заметна двойственность. Но есть двойные очень тесные, вот, которые требуют идеального сиинга. И там, ну, ты уже знаешь, что звезда в оптике хорошего телескопа на нормальном увеличении должна выглядеть в идеале как точечка с колечком. Картина Ири, да, дифракция света, все абсолютно заметно, все абсолютно понятно. Но, ты же понимаешь, что если у тебя компоненты рядом, то с определенным уже угловым расстоянием, если телескоп очень хорошо у тебя остудился, отвестированный и его подхороший, ты можешь уже... У тебя могут накладываться вот эти вот дифракционные кольца, одно и другое, и тебе физически просто нужна будет эта линза, просто потому что иначе ты разделить вот это уверенно, может быть, не сможешь. Так что, вот, такая полезная штука, как линза Барлова. Классно. Спасибо. Спасибо. Да.